Здравствуйте! В эфире информационно-правая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 11 по 17 ноября 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 163 сообщения о происшествиях, из них 10 преступлений, из которых 5 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 26 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. 12 ноября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Проверено 35 транспортных средств, проведено 30 профилактических бесед, выявлено 3 административных правонарушения. С 14 по 15 ноября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья». Проведены 42 проверки по месту жительства лиц, состоящих на учетах. Из них 42 семьи, находящиеся в социально опасном положении. Проверены ночные заведения. Выявлено 5 административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Доставлено в больницу 5 детей, находящихся без надзора родителей. 11 ноября 2019 года в 14 часов 30 минут в дежурную часть Управлением ВДР по Нинскому автономному округу поступило сообщение о том, что неустановленное лицо повредило стеклопакет на третьем этаже детского сада «Кораблик», расположенного по улице Ленина города Наринмара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что стекло повредил несовершеннолетний 2003 года рождения путем выстрела из пневматического пистолета. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Нинском автономном округе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». С 11 ноября сотрудниками полиции в целях стабилизации оперативной обстановки и повышения эффективности работы по раскрытию данной категории преступлений проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение социальных и дистанционных мошенничеств. Только за 10 месяцев на территории региона зарегистрировано 114 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Все большую роль в жизни современного человека играют информационные технологии. Интернет, смартфоны, банковские карты. Они призваны облегчить жизнь граждан. Однако мошенники взяли это удобство на вооружение. Как показывает анализ совершенных преступлений, люди готовы расставаться со своими деньгами с довольно большими суммами, не убедившись в надежности проводимой сделки, будучи незнакомыми с продавцами или людьми, предлагающими ту или иную услугу, никогда не видев их в лицо. Полиция предупреждает, будьте более бдительны, не передавайте денежные средства незнакомцам, не сообщайте никому данные своих банковских карт, а также пароли и коды, поступающие вам от банков и сотовых операторов. Оплачивайте покупки только после получения товара. 11 ноября 2019 года на территории Ненецкого автономного округа стартовал второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбора и проверки оперативно значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Кроме того, проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019». Жители Ненецкого округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях, направив информацию на электронный адрес mvd83sobaka.mvd.gov.ru, либо оставив сообщение на официальном сайте управления в разделе «Для граждан». О подобных фактах можно сообщить и в дежурную часть управления по телефоном 02 или 4-21-26 и в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефоном 6-00-47 и 8-911-650-57-49, либо на телефон доверия управления 4-21-52. Анонимность гарантирована. Вся поступившая информация обязательно будет проверена, ни один звонок не останется без внимания. Мероприятие продлится до 20 ноября. В Ненинском автономном округе сотрудниками уголовного розыска раскрыто хищение денежных средств с расчетного счета, принадлежащего жителю региона, который с 2015 года числился без вести пропавшим, а в последующем установлена его смерть без видимых признаков насильственной смерти. Ранее от сотрудников пенсионного фонда была получена информация о том, что в течение года со счета умершего мужчины продолжали списываться деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено лицо, осуществлявшее переводы. Им оказался мужчина, 1980 года рождения, проживающий на территории округа. Всего в период с 2015 по 2016 годы подозреваемый похитил около 148 тысяч рублей. Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и напоминают основные меры безопасности при использовании и хранении банковских карт. Никогда и никому не сообщайте пин-код вашей карты. Лучше всего его запомнить, а не хранить рядом с картой и тем более не записывать пин-код на нее. Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту. Если вам позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной почте, в том числе из банка, с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут ввести на сайты двойники. Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее. Сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. При проведении операции с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованной системой видеонаблюдения и охраны в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д. Совершайте операции с пластиковой картой так, чтобы находящиеся рядом люди не могли проследить за вашими манипуляциями. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже, либо воспользуйтесь другим банкоматом. Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуры банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону. В случае некорректной работы банкомата долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается. Откажитесь от его использования. Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операции с банковской картой. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки. Уважаемые жители округа, в период с 18 ноября по 22 ноября 2019 года на территории Нинского автономного округа проводится акция «Российский паспорт за три дня» с целью популяризации получения государственных услуг в электронном виде по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в сокращенные сроки. Жители округа имеют возможность принять участие в акции при соблюдении следующих условий. Регистрация по месту жительства заявителя на территории Нинского автономного округа. Обмен паспорта гражданина Российской Федерации должен быть по причинам достижения возраста 20 лет, достижения возраста 45 лет, изменения установочных данных. Паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене, должен быть выдан территориальным органам Федеральной миграционной службы Нинского автономного округа. Например, УМВД Нинского автономного округа Архангельской области, ОФМС России по Нинскому АО, отделам по предоставлению государственных услуг гражданам Российской Федерации, ОФМС России по Архангельской области и Нинскому автономному округу. Заполните и направить заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в электронном виде через личный кабинет единого портала государственных услуг. Сумма госпошлины с учетом скидки 30 процентов будет составлять не 300 рублей, а 210 рублей. Предоставление оригиналов документов и получение готового паспорта гражданина Российской Федерации в отделе по вопросам миграции Управлением ВД России по Нинскому автономному округу гражданину назначается индивидуально в удобное для него время. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Нинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова